Довольны вы тем, как прошло мероприятие? Я, конечно, очень доволен. Во-первых, даже у нас часто мероприятия проводятся на таком же уровне, но я доволен то, что действительно мною уважаемый журнал «Крестьянин» и газета «Крестьянин» это наша, для нас, сельхозников, и то, что проводится на таком уровне, мы готовы всегда были поддержать. И я очень доволен то, что действительно приехали много наших специалистов с разных краев, как говорится, нашей России. Они увидели то, что действительно есть, не то, что подготовлено, а как есть в настоящее время. И как бы мы не готовились, наше хозяйство не готовилось, они увидели то, что сейчас оно есть. Были хорошие беседы. Где-то, может, они нам, многие специалисты, как бы, указали. Но и они, я думаю, подчеркнули. И вот сейчас записывали телефоны наши, готовы сюда еще приехать, поучиться. Записали телефоны наших агрономов, у меня взяли телефон. Мы всегда рады помочь. У нашей двери всегда открыты. И, конечно, спасибо организаторам «Крестьянина», то, что это нужно делать. Люди не только просто смотрят, да, там, но они учатся, да. И я все-таки... Буду отметить, конечно, прекрасную организацию мероприятия. Полезного было много. Во-первых, то, что мы увидели, это... Как это можно было потрогать руками это все. Потому что картинок и видео в интернете много, и мы увидим живо, как это все работает. Вот это, я считаю, было интересно. Что-то узнали, что будете у себя применять? Или пока нет? В принципе, все это знакомо, все это знакомо, но я даже не знаю, что мы будем. У нас совсем другие масштабы, поэтому... Сколько у вас гель-шаров? У нас под картофелем где-то около 29. Поэтому нам до этой техники, до этих комбайнов, до этой техники еще расти и расти. Ну, а насчет выбора, например, семенного материала? Вот это, да, за этим, в принципе, мы и ехали найти людей, которые будут поставлять качественный материал семенной. Ну, вы вряд ли поедете смотреть, как выращивают эту картофелем где-то. Почему? Мы ездим. Тоже ездите? В принципе, человек проверил поставщиков. Я, допустим, верю. Поэтому уже с этими поставщиками, которые мы поставляем семена, я думаю, можно будет попробовать. Знаете, тут даже не то, что ощущение, я хотел бы сказать, что без этих мероприятий мы не можем развиваться. Не может развиваться сельское хозяйство. Поэтому мероприятие такого формата, оно чрезвычайно полезно для всех участников. Как для нас, производителей сельхозпродукции, так и для самих фермеров, которые используют наши продукты. День картофельного поля, ну, для нашей компании это очень значимое мероприятие. Когда мы узнали, что он пройдет здесь, мы сразу подтвердили свое участие в роли стратегического партнера. В этом хозяйстве это наш ключевой клиент. Работает картофельная техника, которую мы поставляли. И складское оборудование вентиляционное, которое мы вот сейчас заканчиваем монтаж. Значит, конечно, мероприятие в целом удалось. Я считаю, те, кто сюда попал, они получили, ну, такой, за максимальный, минимальный срок, максимальное количество информации. Я думаю, оно было полезно из сельхозтовропроизводителей, кто сюда попал. Они однозначно увидели и масштаб хозяйства, куда стремиться. И в целом получили, я думаю, только положительные эмоции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!